МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Привлечение иностранных инвестиций целая стратегия для любого государства. И это понятно, ведь речь о поступлении валюты, новых рабочих местах и часто уникальных производствах. Что необходимо инвестору и как инвестиции меняют облик городов, а также влияют на настроение людей? Сегодня это главная тема. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, гости программы. Заместитель председателя Комитета экономики Гомельского облсполкома Оксана Корниенко. Оксана Васильевна, добрый день, рад видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Глава администрации свободной экономической зоны Гомель-Ратун Антонина Ежова. Здравствуйте, Антонина Ежовна, рад видеть. Заведующая кафедры экономики и управления Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, кандидат экономических наук, доцент Инна Бабына. АПЛОДИСМЕНТЫ Добро пожаловать, Анна Владимировна. АПЛОДИСМЕНТЫ И заместитель председателя Петриковского райисполкома Светлана Синько. Светлана Владимировна, спасибо, что приехали. Располагайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Светлана Синько появилась в Гомеле и благодаря созданным условиям демонстрирует быстрое развитие. Павел Иванович, добрый день. Руины, так местные жители еще несколько лет назад могли смело по праву назвать заброшенные площадью завода пусковых двигателей. Почему инвестор пришел в Гомель и воспользовался вот такими условиями, а не начался с нуля? Ну, у Гринфилд-проектов, у Браунфилд-проектов есть свои преимущества и недостатки. Сюда инвестор приехал в Гомель, посмотрел на эту площадку, на это здание. И то, что ему понравилось, то, что основное производственное здание, его возможности, это 56 тысяч квадратных метров. То есть здесь спокойно и на перспективу, на довольно-таки длительную перспективу можно размещать производство гибко. В действительности необходимо создать одну производственную линию, две, три. И можно спокойно разместить это в рамках данного производственного здания. Это первое. Второе. Существующие коммуникации. То есть в рамках города предприятие размещено, уже вписывается в инфраструктуру, есть коммуникации, есть западная котельная, которая нас снабжает теплом, электричество, газ. Здесь проблем не возникает. Третий фактор. Это, опять же, предприятие, площадка размещается в городе. В результате есть возможность рабочим доехать до данного предприятия. То есть проблема коммуникации, транспортная, она уходит сама собой. Из минусов, да, действительно, вы правильно заметили, то есть здесь были руины поначалу. Поэтому год полтора своего существования, первый этап становления предприятия, это был действительно разбор данных завалов. Это демонтаж всего старого, прогнившие конструкции. Это была термореновация своего здания, кровля, которую сделали заново, для того, чтобы сейчас, на сегодняшний день, здесь в европейских условиях рабочие могли работать и производить продукцию. Сделали все возможное и, может быть, и невозможное для того, чтобы сейчас просто сложно было поверить в то, что когда-то здесь были те самые руины. Ну, да, старались, по крайней мере. Павел Иванович, в семье резидентов СЭС Делком 40 смело можно назвать рекордсменом, как минимум, по срокам ввода в эксплуатацию. Старались делать все то, для того, чтобы предприятие в кратчайшие сроки начало работать и производить продукцию. Потому что, действительно, инвестиции в целое здание были вложены немалые. И, как показывает практика, чем быстрее инвестиции начнут приносить отдачу, тем эффективнее предприятие начнет работать. Время-деньги? Да. Правильно, верно. Коллектив предприятия более тысячи человек. Да. Как понимаю, не слишком уж легко было собрать команду профессионалов. Действительно, поначалу было сложно найти тех людей, которые будут работать эффективно, будут работать качественно, будут работать быстро. Чем дальше предприятие развивалось, тем больше о нем узнавали люди, тем больше было заинтересовано со стороны людей, тем легче было подбирать нужный персонал. 100% продукции идет на экспорт, предприятие является резидентом свободной экономической зоны. Какие льготы помогают в развитии, чтобы выделили в первую очередь? Ну, прежде всего отметим изначально те льготы, которые дают нам освобождение от налога на недвижимость, на то производственное здание, которое мы используем для изготовления продукции и отправки ее, опять же, на экспорт. То есть здесь это нам помогло. Почему? Потому что изначально, если бы не было этой льготы, то финансовое обременение корпусом, который изначально не использовался бы, было бы довольно-таки большим и значительным. Дальше, что касается освобождения от таможенных платежей на ввозимое оборудование, которое, опять же, в рамках производственного процесса используется. Это нам позволило использовать самое прогрессивное, самое современное оборудование, новое оборудование закупалось, используется как на линии раскроя плиты, так и на производственных линиях, в швейном цехе, в результате чего мы работаем с высокой производительностью, с высокой эффективностью, выпускаем качественный продукт. Это второе. Ну и третье, я хотел бы заметить, здесь мы не платим таможенные пошлины на импортные комплектующие, на те изделия, которые мы потом в дальнейшем поставляем на экспорт. Поскольку на сегодняшний день продукция на 100% поставляется за пределы Евразийского союза, экономического сообщества, ЕАЭС, поэтому это нам позволяет оптимизировать затраты на выпускаемую продукцию и сделать ее конкурентоспособным там, на том рынке. Вы начинали с производства комплектующих для мебели известного мирового бренда, следующая ступенька в развитии 2018 год, если не ошибаюсь, и производство готовой продукции. Каким видите развитие предприятия в будущем? Ну, комплектующие выпускаем и по сей день, конечно, это не является основной нашей деятельностью, но тем не менее продолжаем. Что касается дальнейших планов развития предприятия, это расширение номенклатуры выпускаемой готовой мебели, так, расширение географических рынков, если, скажем так, на сегодняшний день пока рынками являются страны Восточной Европы, в дальнейшем планируются эти готовые изделия, эту мебель отправлять и продавать на рынках Германии, далее в Соединенных Штатах Америки, ну и открывать, опять же, российский рынок, то есть вот это географическое расширение рынков продукции. Расширяется и гамма, как я уже сказал, номенклатура выпускаемая, то есть добавляются различные виды и швейной продукции, и мягкой мебели. Соответственно, под это, опять же, предприятие обладает свободными производственными площадями, есть возможность дооборудовать, дообустроить здесь производственные линии, соответственно, в связи с этим увеличением возможно выпускаемой продукции будем и рассматривать, и искать новый дополнительный персонал. То есть это и новые рабочие места, что, безусловно, интересно будет услышать зрителям «Беларусь-4» и рост заработной платы, а значит и развитие региона. Да, очевидно, что так. Павел Иванович, спасибо за интервью, успехов в делах. До встречи. В эфире «Главная тема» и мы продолжаем. Итак, уважаемые гости, как мне кажется, вот и первые ответы на главный вопрос выпуска о роли инвестиций в развитии населенных пунктов. Это самый быстрый старт. Действительно, такое крупное производство и создалось более тысячи рабочих мест в течение двух лет. Ну, за мою бытность, я уже давно работаю в свободно-экономической зоне, но это первое такое предприятие, которое так быстро стартануло, надо сказать. Вы поняли, как все начиналось. Да, и в то же время принимал инвестор решение в течение где-то пяти лет. Потому что, естественно, инвестор вкладывает свои деньги, он должен просмотреть все риски, просчитать все для того, чтобы получить прибыль и в дальнейшем успешно здесь работать. Он в течение пяти лет приезжал к нам в республику, в город, к нам в свободную экономическую зону. Мы рассматривали много площадок, но больше всего приглянулись ему вот именно заводовского двигателя, не использовалась которая в течение 15 лет. Это действительно разруха, как я говорила, разруха, голод и нищета здесь были. И это находилось в красивом районе нашего города, рядом, вы знаете, там Гиппо, жилой массив. И это было очень важно для нас, чтобы именно эта площадка использовалась. Но чтобы так быстро и получилось красиво, конечно, это впервые, конечно. Предприятие на тысячу рабочих мест. Это серьезный масштаб. И в дальнейшем у них там есть очень большие планы. Мы еще выделяем дополнительный им участок. Они расширяются. Это очень важно будет для города и для области иметь такое крупное предприятие. Это стопроцентный экспорт и занятость людей. Инвестиции с их обязательной задачей экспорта, ориентации и импортозамещения дают возможность появления в нашем регионе уникальных производств. Естественно. Предприятие, когда приходит, и вот сказала Антонина Айзотовна, инвестор принимает решение и просчитывает сроки окупаемости своего проекта. Чем они короче, тем более выгодным считается проект. И когда инвестор приходит с уникальным новым видом продукции, он понимает, что когда будет выходить на мировые рынки, ему не надо будет сталкиваться с конкурентами, не завоевывать свою долю на этом рынке, не по ценовому фактору. То есть он сам формирует свою себестоимость, свою цену в конечном итоге и выходит на рынок без проблем и без особой конкуренции. Вот интересно ваше мнение в тему. Что для экономики области первостепенно? Налоговое поступление или все-таки новые рабочие места и заработная плата для людей? Я бы сказала, что все это важно. Потому что, во-первых, это взаимосвязанные вещи. Приходит инвестор, создает производство, создаются новые рабочие места, желательно с высокой заработной платой. И тоже предприятие уплачивает налоги в бюджет. За счет этих налоговых отчислений в принципе получают зарплаты работники бюджетной сферы и развивается инфраструктура наших городов. Замкнутый круг. Да. Антонина Изотовна, знаю, вы пришли в свободную экономическую зону Гомель-Ратун в администрацию в 2005 году. Как за это время поменялась сама СЭС и инвестиционная политика страны? В течение последних 15 лет, 10 лет особенно, наше налоговое законодательство менялось, оно унифицировалось под российское законодательство, оно упрощалось для того, чтобы инвестору было легче и удобнее работать здесь, у нас на территории Республики Беларусь. А что касается инвестиций, конечно, любое государство заинтересовано в привлечении инвестиций иностранных извне и с целью создания новых рабочих мест, и с целью прихода новых технологий. И наше государство, конечно, не стоит в стороне. И делали все, чтобы эти инвестиции привезти. И все инвестиции только пришли к нам в Республику Беларусь. А мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы они пришли только в Гомельскую область. Яркий пример в тему развития территории самой СЭС. Когда-то это был небольшой район Гомеля. Да, это был так называемый Северный промузел, это там, где находилось предприятие Ротон-Коралл, где они и сейчас находятся на базе этих предприятий. Сейчас у нас работает уже 18 предприятий. Затем, учитывая положительный опыт работы вот в этом, в Северном промузле, наша территория неоднократно, в соответствии с указом президента, естественно, она расширялась. Это и территория Кристаллов, территория радиозавода, где на радиозаводе, вот, например, сейчас у нас 6 предприятий, тоже резидентов СЭС работает. И, помимо этого, мы стали развиваться дисперсно. То есть у нас сейчас находится территория в 13 районах Гомельской области. Еще два десятка лет назад, не дайте соврать, многие эксперты воспринимали создание первых СЭС в стране как рисковый эксперимент. Что сегодня говорит об обратном? Оксана Васильевна. Ну, я вообще не знаю, почему такое количество лет назад эксперты так посчитали. Любое предприятие, любой инвестор, приедая сюда, естественно, просчитывает свои затраты. И когда у него идут налоговые льготы и преференции, он понимает, что затрат будет меньше, следовательно, проект окупится быстрее, и, следовательно, он быстрее придет на эту территорию. Это с одной стороны. Но государство-то подставляет плечо, и достаточно тепличные условия готовы создать. И, конечно, хочет, чтобы этот риск был оправдан. На какое-то время создаются эти тепличные условия. Наступит та отчетная дата, когда предприятия тоже начнут уплачивать все налоги. Помимо свободной экономической зоны государство пошло еще в других направлениях. Вот шестой декрет президента, развитие малых и среднегородских поселений, там тоже свои преференциальные режимы. В рамках десятого декрета заключается в сезонный договор тоже инвестор имеет. То есть моя позиция, что создавая вот такие тепличные, как вы говорите, условия, это все-таки стимулирует приход иностранного капитала в наше государство. Во всем мире очень бурными темпами развиваются свободные зоны и их образование, так называемые. По-разному называются зоны свободной торговли, свободноэкономические зоны и так далее. И их создано более 11 тысяч. Как в Европе. Вот мы, например, как свободноэкономические зоны 20 лет создавались на примере Китая. Это пример Китая мы взяли. Сейчас мы учимся, вот, например, наша свободноэкономическая зона за опытом ездит в Польшу. В Польше очень хорошо развиты свободноэкономические зоны, и их законодательство очень интересное для нашей страны. Каждый регион заинтересован в том, чтобы инвестор пришел именно к нему. Так что же нужно инвестору? Ну, ответы очевидны, наверное, и из сюжета это видно. Инвестор – это, в общем, предприниматель. И, конечно, у него нету гарантии получения дохода. И самое главное, что он хочет получить, это получить условия, которые дадут ему возможность реализовать свое вот это право и получить этот доход. И эти условия, они в стабильности и правовой, законодательной, в стабильности политической, экономической в стране. Это очень важно, вот тоже говорилось, да, о том, насколько создана инфраструктура и может удовлетворить потребности инвестора, причем не только там транспортная, коммуникационная, но и рыночная инфраструктура, с какими-то рыночными институтами, которые здесь присутствуют. Важная емкость рынка, либо наличие у страны торговых взаимоотношений с другими странами, соответственно, возможность осуществлять сбыт своей продукции. То есть все это на самом деле важно абсолютно для инвестора. Да, важны вопросы налогообложения, но вместе с тем, приходя в ту или иную страну, понятно, что инвестор просчитывает свои затраты и он понимает, вот сегодня действует такая система, выгодно для него это или нет. Но вот моменты, гарантирующие, защищающие права инвестора, они играют порой тоже очень важную роль. И здесь интересно, что в этом плане готов предложить регион тому самому инвестору, почему идут именно к нам? Ведь законодательство привлекательное, оно действует в каждом из регионов страны. Выгодное географическое положение. Приграничное огонь. Приграничное. Мы граничны с Россией, с Украиной, и в принципе, приходя сюда, инвестор может реализовать проекты, которые ориентируют на экспорт. А вдобавок, динамично развивается Евразийский экономический союз, и это раскрывает рынок с объемом где-то 180 миллионов потенциальных потребителей. Во-вторых, у нас ресурсный потенциал. Более 70% всех полезных ископаемых нашей страны расположены именно на территории Гомельской области. В-третьих, у нас индустриально развитый, в принципе, регион. У нас более 300 крупных средних предприятий, которые производят более 20% объемов промышленного производства всей страны. И кадры. У нас высоко квалифицированные кадры. На территории области идет 8 академических структур, 6 высших учебных заведений, 2 центральных вуза центральных, филиалы, вернее, центральных вузов. И порядка, наверное, 600 учреждений среднего, средне-специального, профессионального, технического образования. Обучают где-то 180 тысяч человек ежегодно. И выпускают под, ну, тысяч 20, наверное, специалистов. И это хороший кадровый потенциал, в котором заинтересованы инвесторы. Уверен, для того, чтобы развиваться, вы лично, Антонина Изотовна, интересуетесь у инвестора, почему именно нас выбрали? Да, я всегда задаю такой вопрос. Для того, чтобы в дальнейшем анализировать и привлекать другие инвестиции, учиться. Ну, в первую очередь, я еще, ну, хочется мне еще добавить, что у нас есть производственные складские помещения. То есть наша территория расположена таким образом, что у нас в наличии есть производственные складские помещения, свободные, где можно сделать быстрый старт. Ну, здесь вот был пример пусковых двигателей и ряд других предприятий. У нас уже размещаются, приходит, можно брать в аренду инвестор, либо выкупать здания, сооружения. Мы тут же выделяем земельные участки. Вот это очень удобно. Хоть потом и вкладывается много денег в модернизацию, но быстрый старт, он дает тут же деньги обратно возвращаются инвестору. Это первое. И второе еще. Хочу комплимент сделать работникам администрации свободной экономической зоны. Это уже сложившийся коллектив, где работают юристы, экономисты. У нас хорошая реклама. Мы регистрируем в течение одного дня любое предприятие. Мы наделены правом таким. Сами бизнес-планированием занимаемся, бизнес-планы пишем. У нас представительство торгово-промышленной палаты находится прямо в нашем здании, где можно тут же консультацию получить о получении сертификата. Пункт таможенного оформления, склад временного хранения. То есть мы создали такие условия, что когда приходит инвестор, то ему только надо сказать, сколько квадратных метров ему надо, и мощность, и коммуникационная мощность. Инна Владимировна, интересно ваше мнение, как этот опыт выглядит на мировой арене? Надо сказать, что, коль мы сегодня больше говорим о свободной экономической зоне и ее роли в привлечении инвестиций в развитие региона, то это как раз-таки идет в ногу с другими странами. В каком плане? Что сегодня очень вообще сильны такие региональные направления, и вот направленность на привлечение инвестиций именно в регионы большинства стран, то есть не в центральные города, поскольку они перенасыщены уже инвестициями. И поэтому большинство стран реализуют различные программы, связанные с созданием региональных центров развития, которые позиционируются на международном инвестиционном рынке, как институты и структуры, занимающиеся содействием инвесторов в соответствующих регионах. В рамках этих региональных центров также предоставляются на льготных условиях и земельные участки для инвесторов, предоставляется даже деловая недвижимость под реализацию их проектов, осуществляется сопровождение в части консультирования по размещению этих производств, по определению даже рынков сбыток, в целом по сбору необходимой информации. Поэтому вот если говорить о республике и в частности Гомельской области, то на республиканском уровне у нас есть Национальное агентство привлечения инвестиций, которое, в общем, наделено такими полномочиями. Но вот на региональном уровне, по сути дела, наверное, сегодня более такую активную роль в этом направлении. Как раз-таки играет свободная экономическая цена. Целая стратегия по привлечению инвестиций, то, о чем мы говорили, и это понятно почему. Как экономические форумы и подобные площадки помогают в привлечении реальных серьезных выливаний финансовых в экономику страны и региона? У нас в Гомеле самое масштабное – это Гомельский экономический форум. Но проводятся и на территории всех районов, в принципе, форумы. Вот это площадка, где встречаются единомышленники. Вот встретились люди, переговорили, у каждого есть какая-то идея, но, возможно, чего-то не хватает. Они обсудили, и на выходе у нас уже готовый результат. Во-вторых, на этих площадках можно провести за один день пару десятков переговоров, а если их организовать самостоятельно, то это до полугода, наверное, займет. Ну и, в принципе, как бы ни развивалась наша цифровая трансформация, у людей все-таки существует такая базовая потребность, как личное общение. Эффективность. Можно отследить проведение? Это все-таки затратное мероприятие по силам и по финансам. Количество новых инвестпроектов растет? Скажу так. Мы как-то проводили аналитику, начинали мы заключать инвестиционные договора либо протоколы о намерениях довольно-таки так давно. В стадии реализации либо реализуется процентов 60. Да, бывают проекты, которые инвестор переоценил свои возможности, либо недосчитал, либо ситуация на рынке мировом немножко колеблется периодически. Вот постоянно сейчас есть деньги, человек рассчитывает, что он их будет вкладывать и реализует проект. Потом что-то поменялось и получилось, что инвестор не смог реализовать. Либо получаются такие маленькие моменты технического, наверное, характера, когда подобранный земельный участок не подходит именно под реализацию конкретного проекта. Допустим, санитарная зона. А изначально это не было понятно. А еще нужно говорить про важную имиджевую составляющую. Приезжают люди с десятков стран мира и увозят правдивую информацию Беларуси. Это тоже для построения бизнеса и привлечения инвестиций уже очень важно. Они восхищаются республикой, особенно кто первый раз приезжает. Я часто встречаюсь, встречаю иностранных гостей. Вот недавно индусы у нас были. Инвестор приходит не только за идеей, чтобы здесь какую-то идею найти. Он еще и заинтересован в том, чтобы вынести свое производство. Иногда я на две части могла бы разделить. Некоторые хотят приблизить к рынкам сбыта, например, свое производство. Условно, без Индии приблизить к рынкам большим. Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан открывается рынок. Поэтому они сюда тоже выносят свои производства. В общем, без ярких примеров. Никуда, тем более, что они есть. Какие из масштабных инвестпроектов уже реализованы? И какие находятся на финальной стадии? Ну, если мы возьмем, допустим, частный сектор, то на территории Гомельской области четыре солнечных парка, например, построено в последнее время. И три из них на территории Брагинского и Ельского районов. Вот пример развития территории. Да, причем там как раз использовались те земельные участки, на которых, в принципе, другой вид деятельности запрещен. А потом Туровский молочный комбинат. Все, наверное, уже видели продукцию на территории всех наших торговых центров. Полутверные, мягкие, сырые европейских стандартов. Вот один из видеосюжетов мы уже видели. Еще один впереди. А сколько еще примеров в реальности? А если брать государственное предприятие, то реализуют проекты практически все. Это и Мозорский нефтеперерабатывающий завод, и Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, и Гомель-Древ реализовал проект. Речица-Древ тоже проект. Гомель-Древская, кстати, на территории Реческого района новая площадка. Все, наверное, тоже видели Гомель-Древ новую продукцию, тот же ламинат. Вот новый ассортимент. Ну, Гомель-Стеклон, белорусский металлургический завод. В общем, в СИЦах можно продолжать. Я так понимаю, это практически все крупные производства региона, которые готовы развиваться и готовы к модернизации. Любое предприятие понимает, и директор предприятия, и здесь руководящий состав, что нельзя стоять на месте. Надо придумывать новые виды продукции. У каждого товара есть жизненный цикл. Его никто не отменял, и от этого мы никогда не уйдем. А вот еще один яркий пример в тему. Гомельское предприятие Fresh Pack Solutions здесь вместе с уникальным производством активно развивают социальную сферу, и в этом видят часть общего успеха. Давайте посмотрим. Владимир Петрович, добрый день. Добрый день. Сегодня мы находимся на территории успешного предприятия, продукция которого известна далеко за пределами не только Гомельской области, но и Беларуси. Однако об этом чуть позже. Что было здесь, на этой площади до 2011-го? Fresh Pack Solutions, на территории, на которой мы находимся, был создан в 2011-м году. Инвестор в тот момент искал производственное помещение для реализации своего первого проекта. Это проект по выдуву многослойной полимерной барьерной пленки. Единственное помещение, которое соответствовало характеристикам под этот проект, был бывший корпус радиозавода. Это помещение в тот момент не эксплуатировалось, не было инженерных коммуникаций, отсутствовали подъездные пути. Далеко не все знают, что большая часть мясомолочной продукции на прилавках магазинов страны в упаковке из Гомеля. Все верно? Все верно. И не только в нашей стране. Большую часть продукции мы экспортируем за рубеж. Каждый потребитель может увидеть упаковку компании Fresh Pack, приведя в любой супермаркет страны. Это упаковка для свежего мяса, упаковка для деликатесной продукции, упаковка для сыра, упаковка для творога. Все, что лежит на прилавках, упакованное в барьерную пленку, с большой вероятностью вышло со стен этого завода. Барьерная пленка для продуктов питания и не только? Безусловно. Мы постоянно развиваемся. Не так давно мы освоили совершенно новые продукты. Это пленки, которые обладают эффектом антизапотевания. Это пленки, которые предназначены в том числе для созревания сыров. Это пленки, которые имеют специальные эффекты легкого вскрытия, либо эффекты открой-закрой. Более детально поговорим о продукции. С виду простая полиэтиленовая пленка, но именно она помогает сохранить лучшее надолго, в чем уникальность и материала, и технологии. Вы правильно сказали. Мы используем абсолютно уникальное оборудование и технологии. В чем же уникальность нашего оборудования? Некоторые линии представлены в единичном экземпляре в мире. Вот сейчас мы стоим напротив линии, которые производят многослойную барьерную термоусадочную пленку по технологии Triple Bubble. То есть, другими словами, мы получаем технологию, уникальную технологию, которая позволяет быть востребованным практически по всему миру? Именно так наша пленка по своему качеству как минимум не уступает самым лучшим мировым образцам. То есть, действительно, это современная технология без каких-либо натяжек. Если говорить про географию поставок, то это какое количество стран? Это фактически все страны бывшего Советского Союза, сотрудничества независимых государств. Кроме этого, мы поставляем в том числе и в Западную Европу, и в Африку, и даже в Америку. 100% немецких инвестиций в белорусские Гомель за качество, как понимаю, отвечается. Можно ли говорить о высоких европейских стандартах организации труда? Безусловно, мы используем организации труда и в организации выпуска качественной продукции самые передовые мировые технологии. Как я уже говорил, наше предприятие имеет сертификат соответствия BRC. Это самый высший уровень в безопасности и качестве пищевой упаковки. Кроме того, мы применяем самые современные технологии в организации труда нашего персонала. Это системы 5С, это системы Lean Production. Все, что позволяет нам с минимальными издержками получать максимальную производительность при гарантированном качестве. Специальный пакет, который получает каждый член вашей команды, насколько он может быть хорошим мотиватором к эффективным результатам? Конечно, при самом лучшем оборудовании и используя самые лучшие технологии невозможно создать продукт без участия человека. Причем, чем современнее технологии, тем больше требований предъявляется к людям, которые эти технологии эксплуатируют. Каждый из наших сотрудников имеет возможность обучения, имеет возможность получения самой современной информации, посещая международные выставки, в том числе и за рубежом. Мы организовываем обучение как внутри компании, так и вне компании. Кроме того, наши сотрудники при устройстве на работу получают гарантированный социальный пакет. Это, для примера, доставка на работу с работы служебным транспортом, это организация питания на предприятии, это посещение спорткомплекса, плавательного бассейна, тренажерного зала. Все эти блага, они датируются в очень большой части из бюджета компании. И я вам хочу сказать, наши сотрудники ценят это. Мне очень приятно видеть, как они приходят с утра с энтузиазмом на работу и вечером уходят немножко уставшие, но довольные результатами своего труда. Владимир Петрович, спасибо за это интервью, успехов вам и вашей команде. Спасибо вам большое, приезжайте еще. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Еще один хороший пример в тему стремление к европейским стандартам организации труда. Вот еще один приоритет в развитии СС. Да, я скажу, что продукция, выпускаемая нашими предприятиями, она поставляется в 58 стран мира. И для того, чтобы она была там востребована, конечно, она должна, эта продукция, производиться на предприятиях, где очень на высоком уровне организован в том числе и труд. И, конечно же, во главе угла должен стоять человек, его здоровье, его настроение. То есть от инвестиций и от больших финансов мы переходим к инвестициям в людей. Высокие технологии, они заставляют людей, компаний повышать уровень образованности в целом населения. Действительно, организуется и корпоративное обучение, что очень много кто теперь использует, и используются какие-то другие варианты. Но я бы тут еще на одном моменте очень важном с точки зрения инвестиций обратила внимание. на самом деле приход любого инвестора это действительно кроме всех других преимуществ, о которых мы говорили, это рынок труда. И, соответственно, это все оживляет деловую активность, это все расширяет, увеличивает емкость рынка труда, именно местного рынка труда, и очень сильно влияет на самом деле на систему образования. Потому что сегодня мы порой говорим о том, что наши потенциальные абитуриенты могут уехать в Минск, понимая то, что там более емкий рынок труда, может быть они скорее найдут работу. И вот, конечно, такие примеры они просто говорят и заставляют больше даже надеяться о том, что будут развиваться предприятия, потому что это действительно стимулирует развитие системы образования. Это, соответственно, инвестиции и государства, инвестиции частные непосредственно самих людей, которые желают здесь получить достойное образование, что самое главное дальше найти достойное рабочее. что важно. И еще один важный момент, на котором хотел остановиться, вторая жизнь для неиспользуемого имущества. В общем-то, наша вся свободная экономическая зона в Гомеле, она расположена на тех предприятиях, которые имеют свободные производственные складские помещения. За время существования СЭС где-то 360 тысяч квадратных метров уже продано незадействованных производственных складских помещений в Гомельской области. А это значит, что здания призраки, которые были в городе, они все-таки получают новую жизнь. Коралл, ротон. Ведь на Коралле практически уже все здания распроданы. Там находятся 18 предприятий резидентов СЭС, которыми даже хочется тоже еще одну передачу сделать и гордиться ими. Это и Белстеклопром бутылку выпускает, темную бутылку, это под пиво, под вино бутылка выпускается. Там находится Бекер, систем наше предприятие, Балбренда Камиклс. Я думаю, что оно действительно известно гомельчанам. Там же мы на этой территории строим технопарк, где тоже, вот это можно тоже отдельно рассказывать, где будут развиваться тоже новые какие-то технологии, новые производства, которые будут давать стартап новым производствам. Инфраструктура для развития резидентов, что в этом направлении делает администрация СС? За весь период нашей жизни, можно сказать, за 20 лет мы построили более 30 объектов, крупных, если брать в расчет. Мы заинтересованы в том, чтобы те территории, которые нам были выделены, они были оснащены энергетикой, дороги были построены. Ну, как пример могу так привести. Год назад мы построили дорогу четырехполосную, которая разделила коралл, опять же, вернусь к кораллу, на две части, где два остановочных пункта построены. Это тоже для людей очень удобно. То есть, с одной стороны, вы делали для инвестора, но эту дорогу в подарок получил главу угла ставится человек, для того, чтобы ему было удобно добираться на работу, чтобы ему глаз радовал, когда идешь на работу, по красивому тротуару, освещение там сделали хорошее. В этом году мы будем сдавать в эксплуатацию еще одну дорогу, которая будет находиться на объездной. Это территория радиозавода, где у нас находятся тоже шесть предприятий. Мы строим подстанции для увеличения мощности. Тоже на объездной мы построили как раз новую подстанцию. И вот новый инвестор появился у нас в Делком-40, который подключился тут же, потому что там должны быть большие мощности дополнительные. Железную дорогу модернизировали, часть железной дороги, которая подходит к Белостеклопрому. Ну и много-много у нас еще планов на будущее. Светлана Владимировна, а если сформулировать вопрос так, как инвестиции влияют на настроение людей? Вы, как зампредседателя по социальной сфере, наверняка знаете ответ на этот вопрос. Конечно же, инвестиции оказывают положительное влияние на настроение людей. И на примере можно провести нашего проекта инвестиционного строительства горно-обогатительного комбината, где в настоящее время создаются новые рабочие места. По окончанию проекта планируется ввести 1779 рабочих мест. Кроме того, это и идет увеличение заработной платы. В среднем заработная плата на комбинате в три раза выше, чем заработная плата у жителей по нашему району. Кроме того, идет строительство жилья. И, конечно же, это реконструкция социальных объектов. Действительно, инвестиции это далеко не всегда зарубежный капитал. Пример тому строительство Петриковского горно-обогатительного комбината. О каких вложениях идет речь? Всего по объекту планируется направить полтора миллиарда долларов США. В настоящее время полностью комбинатом реализуется собственное средство и, конечно же, привлекаются кредиты. Дополнительных каких-то сторонних инвесторов не требуется в настоящее время. Что, кроме второго по мощности месторождения калийной соли в Беларуси получит Гомельщина? Конечно, Петриковское месторождение это второе в Республике Беларусь после Солигорска. И благодаря реализации данному проекту идет увеличение границ города. Населенный пункт Макаричи, который расположен в двух километрах от города, будет включен в городскую уже границу. Это возведение пожарного депо. Кроме того, в настоящее время ведутся строительные работы по подстанции. Продолжительность линии электропередач составит 45 километров. Планируется строительство детского сада на 240 мест. В настоящее время разработана уже проектно-сметная документация. Планируется ввод детского сада в 2020 году. Конечно же нельзя забывать и про медицинское обеспечение. Планируется реконструкция фельдшерского пункта в Петриковской центральной районной больнице. И в настоящее время вложены уже спонсорские средства на изготовление проектно-сметной документации. Сегодня, к слову, поменялся и сам районный центр, и от крестности. Это уже новый Петриков. Конечно же. Внешний вид сегодняшнего Петрикова, он совершенно отличается от того вида, который был в 2018 году. И любой сегодня гость, который приезжает, может заметить значительные изменения, которые произошли на протяжении полгода. 2019 было направлено на то, чтобы благоустроить город и сделать все, чтобы жителям было здесь жить комфортно, уютно, благоустроенной территории. Проведены капитальные ремонты учреждений образования, здравоохранения, культуры, ремонт жилфонда произведен. Сделано все для того, чтобы любой посетитель мог порадоваться за то полезное место, красивое, которое есть у нас на земле. Итак, уважаемые гости, время подводить итоги программы. У каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Светлана Владимировна. Конечно же, инвестиции влияют огромную роль в развитии экономики. это не только для страны, для определенного района, но и для определенного субъекта хозяйственного. И можно сказать, что инвестиции являются локомотивом в развитии экономики. Инна Владимировна. Я пожалую за то, чтобы те инвесторы, которые приходят в первую очередь, ориентировались на те кадры, которые готовятся в регионе. Я, конечно, как руководитель свободной экономической зоны, заинтересована в том, чтобы приходил инвестор, развивались новые производства, осваивались незадействованные сказки производственные помещения, как я уже сказала. И, конечно, надо не забывать о людях. Во главу угла конечно должен ставиться человек, чтобы обязательно соблюдались экологические нормы, чтобы человеку было приятно на таких предприятиях работать и предоставляются, как сегодня на примере, и социальные пакеты и так далее. Инвестиции очень важны как на микро, так и на макро уровне. По сути, они предопределяют благополучие как отдельного субъекта хозяйствования, так и нашей всей страны в целом. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Благодарю за участие. Спасибо. Спасибо большое.